ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Я видео-видею! Итак, у нас сегодня 14 число, 14 что? Марта, отлично! Первый раз информация о коронавирусе всплыла 25 февраля в Ухане. Да нам пофигу, честно. Хотелось бы узнать мнение ГОКовского рабочего по поводу коронавируса. Я ничего, я с ним не знаком, честно. Нет, Сергей, ну вот как вы информацию... Отношусь к этому. Да, как относитесь? Панике не поддаетесь? Нет, ни в коем случае. Ну а на самом деле, как ты оцениваешь вообще степень опасности всей этой херни? Мы люди уже все в возрасте, вроде как говорят, пожилые люди мрут. Это эти байдарышники, да? Я могу сказать одно. Я могу сказать одно. Все говно! Вот скажем оно, что... Все, что муссируется в этих СМИ, СМИ лгут на самом деле. Ну это понятное дело. Это просто становится паника своего рода. И я не кипишу. Чему быть того не виноватим? Вы металлурги, мои горники! Ну а ты ж не глупый малый, ты ж понимаешь, что в связи с этим скакнули цены. Блин, поднялся курс доллара. Это кому-то выгодно. Это кому-то выгодно. Кому это выгодно? Ну... Кто владеет пятерочками, магнитами, наверное, тому выгодно, товарищ. А ты знаешь, что вот, как бы, Всесоюзная организация здравоохранения, как бы, вот она, кстати, приехала, по-моему. Запрещает соревнования, да? Все дела. Да, концерты и все прочее, да, и как бы... Молка, привет! А вот вы как раз и приехали на концерт группы FPG. Я, да. Не боитесь там подхватить коронавирус? Ну, где машина стояла тогда, там есть машина. Нет, я надеюсь на свой иммунитет. А у тебя крепкий иммунитет? Да, мы уже на месте. Крепкий. Чесночок едите? И не только. А лимончик, а что еще? Водочка! Есть народное средство, самогон! Самогон с водочкой. Водочка, я думаю, не поможет. На самогон с перцем, это вообще чума. Это очень чудесно. Может быть, все-таки стоит посерьезнее отнестись к этому? Не, ну, мне кажется... На ГОКе этого не допустят. На ГОКе этого не допустят. Интересно, вот, кстати... Все что, пойдем все на карантин. Там, кстати, написали, что больничные оплачиваться не будут. Почему? Потому что это китайский вирус, а не российский. Ну, примерно через сколько его будет? Только что, будучи на больничном, я могу ответить профессионально. На этот вопрос. Все зависит от стажа. Все зависит от стажа, это совершенно верно. Платится три дня. Три дня. Больничного платят предприятие, любимый ГОК наш. А остальное... И этого, бутылочку возьми. ...соцорганизации. То есть по медицинскому страховому полюсу. Ну, как он еще оплачивается. Отлично. Вот с масками на ГОКе проблем нету, да? Сколько сейчас положено респираторов на смену? Сколько угодно. Да как сколько угодно. Три лепестка. У нас стоит ящик целый. Да. Пожалуйста, берите. Пожалуйста. А что ты тут ничего не привезешь? Здесь масок уже в аптеках нету. Нету? Уже нет, уже давно. Да они какие-то попсовые, знаешь, такие... 500 рублей. Красный, как петушиный цвет такой, блин. В больнице Симашки на первом этаже 500 рублей маска стоит. Ну вот, а ты говоришь, кому это выгодно? Выгодно масочникам. Константин, Константин. Здорово, братан. Ты, я вам уже вижу, лекарства принимаешь от коронавируса. Пока в легкой форме, блядь, у всего лишь... А вот смотри, пошли, пошли, вон они, вон они пошли. Да, серые. Слуги народа. Проверять пришли, чтобы вирус не распространили. Но у нас вот ленточка георгиевская висит. Да, на нас посмотрели, мы вроде русские, да, славяне. Не рускоглазые. Константин, ну а ты как считаешь? Это вот как, есть опасность настоящая от коронавируса? Или это опять какое-то фуфло нам задвигает? Да что пудо фуфло задвигает. Стоп. Блядь, я уже билеты написал. Смотри, я могу тебе... Ну ладно, ладно. Возьми ежегодные данные по России. Сколько гибнет людей от простого гриппа? Сколько гибнет людей? Очень много. Ты знаешь, я вот склоняюсь к такому мнению, что вот если бы те люди, которые в Европе живут, жили бы у нас в России, они бы сдохли бы уже давно сразу. Да, конечно, блядь. Потому что мы воду из-под крана пьем и не морщимся, блядь. Все, что хорошо русскому. Да, 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 да. Смерть. Немцы смерть, да. Россиюшка выстоит. Выстоит. Конечно. Мы тут всю дорогу голодаем, а у них там чуть-чуть подзаболели уже пиздец. Китай он уже выздоровел, блядь. Китайцы молодцы, они, блядь, быстро мобилизовали свою всю хуйню. Да их там дохуя им пох... Что у них там, блядь, три тысячи умерло, это что много? Да это вообще фигня. Это незаметно вообще абсолютно. Вообще, я не знаю, вот это фейк или не фейк. Какой? Говорят, что это самое в этом... В Америке. В Америке. Самое... Ну, в одной из первых стран. Даже первее, чем это... В Китае началось это. Но они замалчивают это. Вот в чем дело. Ага, потому что... То есть, налевой пациент прибыл из США, в Китае. Ну, скорее всего. А я вообще читал, что это... И там очень много... Какая-то база там с биологическим оружием была. И вырвался вирус, да. Соровская, кстати. Сорос. Сорос Зу. Я не знаю. Ну, все это слухи, все это... Ладно, давайте перейдем к более наболевшему вопросу про Китай. Ты бы стал жрать летучих мышей? О чем? Я русский человек. Я не дрою эту... Эту дрою. Паучков всякий, не знаю, что... Личинки едет. Всякой херь. А в детстве ловил летучих мышей на просто пионерском лагере? Да, ну, ловили, ловили. Я тоже ловил. Ловили ужей, блядь. В жидеевке. Отвращение вообще было. И мышей ловили. И закидывали этим по чемучкам, блядь. Приезжали, которые не спортивные, блядь. Ладно, ребят, спасибо. Удачи вам. И не болеть. Здоровья вам. Крепного. Келемета в него, да!